Смарт-ридинг. Крупнейшая библиотека-саммари на русском языке. В текстовом и аудио формате. Развивайтесь, слушая и читая максимально полезные книги. Кратко. Хорошая жизнь. Уроки самого продолжительного научного исследования «Счастье». Авторы Роберт Вальдингер, Марк Шульц. Начало Гарвардского исследования Нам всем прекрасно известно, что делает жизнь хуже. Болезни, стресс, проблемные отношения. Гораздо сложнее определить условия счастливой жизни. Конечно, важна хорошая работа. И достаток тоже. Здоровые привычки не повредят. И все-таки, нельзя ли сформулировать более точный рецепт? Именно этим вопросом еще в 1938 году задались профессора психологии медицинской школы Гарвардского университета. Арли Бок и Уильям Грант. Так было положено начало Гарвардскому исследованию развития человека. Или, как чаще его называют, Гарвардскому исследованию счастья. Ученые отобрали две группы мужчин. Около 800 человек. Участниками первой группы стали студенты второго курса Гарвардского колледжа. Участниками второй – юноши из беднейших районов Бостона. Год за годом психологи общались с этими людьми и очно, и заочно, посылая им анкеты с множеством вопросов о ходе повседневной жизни. Ученые не только собирали впечатления, но и фиксировали разнообразные медицинские показатели. Некоторые из участников даже завещали свой мозг для изучения. Это исследование продолжается до сих пор. В нем принимают участие третье поколение американцев, не только мужчин, но и женщин, потомков первых участников. Это самое продолжительное, непрерывное научное исследование в истории и, к тому же, на самую важную для каждого из нас тему. На сегодняшний день оно дополнено разнообразными исследованиями, проводившимися во множестве других стран. Собрав огромное количество данных, ученые обнаружили очевидные закономерности. Это позволило со всей уверенностью сказать, что же такое счастливая жизнь. Весь секрет в том, что... Впрочем, давайте сначала определимся с тем, что именно считать счастьем. И начнем с самых очевидных ответов. Что делает жизнь счастливой? Деньги. Это первое, что приходит в голову большинству людей, когда речь заходит о счастливой жизни. Разумеется, деньги важны. Тем, кто терпит нужду, труднее радоваться каждому новому дню. Однако гарвардское исследование на этот счет имеет весьма определенный ответ. Деньги – не главное условие счастливой жизни. Далеко не все обеспеченные участники исследования были удовлетворены своей судьбой. В отношениях с деньгами важны два момента. Есть сумма, после которой деньги уже не воспринимаются как залог счастья. В США – это 75 тысяч долларов в год на одно домохозяйство. Когда доход переваливает за эту сумму, главную роль начинают играть нематериальные факторы – семейное благополучие, дружба, удовлетворенность карьерой. Важно не то, сколько денег у вас, а сколько их у соседа. Ого! Вondingly к juice. Продолжение следует...